Агрессия на верхней линии пошла пока в сторону Last Hero. Проблемки у героя команды Bait. И тут очень сильно попахивает ферстбланом. И так оно и есть. Догрызает рачье или Нонграда. Нонграда забирает себе ФБ. Ну и да, конечно, важный момент. Это матч в рамках турнира BTS Европы. И все еще ноль побед у команды Bait. У них снова устри, когда они просто все подряд лузают. И здесь уже на 12, даже на 13 минуте, они лузают более 7. И, казалось, вот это крайне много. Баймали Фишина, есть Овергролз. Но это совсем не важно. Кстати, Рубен не успел подворовать. Хотя был к этому очень близок. Проблема у Ксани. И, кстати, если разменяются на Ксани, то будет очень даже неплохо для команды Bait. Небольшой камбэк, но опять же лузают они слишком много. И, как мы видим, Ксани все-таки сбежал отсюда. Хотя, секундочку, есть Принт. Догоняют дальше Ксани. Есть от него еще и Пульс. Но нет, не догнали. Агрессия пошла. Сейчас есть Овергролз. Подвязали героев команды Хэлл Рейзерс. Пока в таверне отдыхает он с Рубен. И также в таверне уже отдыхал Андерлорд. Но тут Инфест вылупился. Кстати, неплохой подарок для команды Bait. И Bait камбэк. Да, это нормальный файл. Потому что все-таки, как ни крути, они убивают толпу героев команды Хэлл Рейзерс. Около Рашпита. Так еще и там нет байбэков. Но один минус. У них нет формы на ТБ. Попытка падает от Рошана от коллектива Хэлл Рейзерс. Есть Эрро. Эрро прилетает просто мимо двух героев. Как же неудачно для пайпа. Залетает Ксани. Изобирает Годлайф. Падает Христаллайс. Падает Рошан. И Крадета едет Ксани. Они только что камбэкнули. И только что все слили в ноль. Как так-то? Там было всего два героя. Очень странная позиционка от команды Bait. Дэнди пока у нас в Юле. Опускается. Есть Спит оф Мэллс. Есть привязка от Ксани. Хотя она не особо удачная. Хотя вроде как зонит Дэнди. И Дэнди минус окей. В принципе она была норм. Прямо под басой уже развлекается. Вот все парни. Есть Калл Рейзерс. 18-ка перефарма. При этом у нас есть агрессия пока по Фаннику. А Егис вроде как отсутствует. Если я ничего не путаю. Чекаем. Да, Егиса я не вижу. Падает Фанник. Падает без байбэка. Залетает дальше у нас Ксани. Раздамаживает героев команды бейт. И просто прыжком уничтожает аж целую пару. Персонажи. Есть Еу. Есандр. Падает Лил. Падает Дурачьё. Почти комбэчное. Для бейтов. Хотя комбэчное ценой байбэков. Сейчас может быть Дурачьё не поймал Эру. Падает Онграда. И последний. Выживший герой команды. Хейл Рейзерс. Это у нас Дурачьё. Есть рейдж от него. У него не хватает мана на телепорт. Пятеньку. А пытается прописать здесь по Дурачьё. Но там слишком много Эмэса. Очень сложно его догонять. Хотя через Юл поймали. Окей. Это Тим Вайп. Или нет Эру. Да ладно. Как можно промахнуться стрелой под Юл. Ладно. Убили и убили. Но ошибки присутствуют. У команды бейт. И комбэк знаете. Ну на пятёрок где-то. Хотя были байбэки. На комбэке. Ну как ни крути. Весьма неплохую сумму. Всё-таки бейт отыграли за это время. Шанс комбэка себе они увеличивают. Хотя если верить туда плюс. То там всего 8%. Дэнди подцепили. А Юл. А БКБшку. И байбэка нет. Это фиаско. Дэнди Мон. Есть Руб Гроув. Срубик ворудит его для себя. Проблемы сейчас огромные. Убейт. Всё-таки они в меньшинстве. Ещё и поймали такой жёсткий ультимейт на контр-инициацию. Юл. По ТБ. У Кристалл Айза. Есть Сандер. Сандер пошёл. Хотя ему там лицо просто раз. Валят. Без проблем. Это ГГ. Это победа на первой карте для команды. Хелл Рейзерс. Ну, камыш ведь был. Если бы не ошибка Дэнди в конце, то, кто знает, возможно бы и довели дело до конца. Вторая карта и фейап уже пошёл за баунтируной, но он её не отжимает, ведь его встречает Лилл Афарус Фаником и два бывших игрока Нави уничтожают Рубика на ФБ. Есть проказ в пункте. Залетает по Ласхеру. Неплохой урон. Залетает также у нас ещё и Кристалл Айз, но поймал моментально Террорайса и просто в страхе уже убегает под свою базу. Падает пока у нас Ласхеру, герой команды Бэйт. Кто не заметил, есть Юлл по Андерлорду, ну и там Релокейт. Тут Виспайс, Иксмарочка, Фишмана возвращает обратно. Фишмана минус. Поймали Пайпапа и Пайпап тут тоже должен умирать. Это будет пятая подряд для Рубена. И 12-1 у нас на табло на 17-й минуте. Ну, не знаю, как Бэп в кулдауне. Пока у Кристалл Айза и выход довольно-таки странный от команды Бэйт. Ну, окей, вышли и вышли. Поймали тут Дэнди. Вот эти проблемы. Есть по нему Торрент, есть по нему Дэмэдж, есть Сайланс. Обмазал чернилом у нас Глин Строук. Это финальное для Нон Граты. Поймали 5-апа. Нагрызает дурачьё. Ну, и дурачьё таких не отпускает. Unbelievable. Готов. Подспили еще и Ласхеру. Есть по нему Сайланс, есть Спид оф Мелос. И вот, опять же, БКБ в кулдауне. Зачем делать грузку без Блэкенбара? На что надеялись парни с команды Бэйт? Там не такие, ну, глобальные ультимейты, которые сборщили кулдауну. У команды Хэл Рейзер, что они не способны драться после того, как прожимают кнопки. Это Тим Вайп, это 19-1. Ну, окей, попытка, ну, возможно, это смок последней надежды от команды Бэйт. Залетает дэмэдж по Дэнди, есть по нему Сайланс. У Дэнди нет, там Юла, у Дэнди нет под Сейва, Стан. И это минус Дэнди Мон. Падает с Байбэком, выкупается, падает Лил. Есть у нас с Сроком Пэйт по двум героям. Подвязали прям великолепно. Еще и двойная Лебан залетает. Возвращает Фишмана, рвут Тизер. Фишман рассыпается. Ну, и Дэнди залетает уже после байбэка. Кристаллайз на Блэкинбаре пытается хоть кого-то убить, но Кунку не догнать. А в Кунке еще и подарок, в Кунке еще и инфест заряжен. Так что Кристаллайз помчался, видимо, в одну сторону. Пит оф Майл зонит героев команды Бэйт. Дэнди застрял пока на хайграунде. Прыжок он не совершает сверху. Ну, можно прыгнуть на Дрим Куэл посадить, но в этом смысла фактически 0-22-2. Нет, 23-2. Вот такой финальный счет второй карты. И это 10-е подряд поражение фу-карта для команды Бэйт. И на турнире в группе у них 0-5. Ой, что-то им нехорошо. Ну, возможно, это новый антирекорд от коллектива Бэйт. Ну, жаль, конечно. Но хотелось бы, чтобы хоть когда-нибудь побеждали. Вот если помнишь, напиши в комментарии, сколько был прошлый устрик у Бэйтов. Вот сейчас на турнире конкретно 10 карт подряд. И я вот не помню, как было до этого. Если владеешь статистикой, пиши в комментарии. Ну, и, конечно, пожимай пальцы вверх, подписку, колокольчик. Сегодня, возможно, еще будут хайлайты. Так что не пропустим. Ну, а с вами был Texas. Пока.